Повышению качества жизни сельчан в Ауликольском районе уделяют особое внимание. В 13 населенных пунктах уже имеется централизованное водоснабжение. Благодаря реализации ряда государственных программ здесь реализовывают крупные проекты. На брифинге в региональной службе коммуникации Аким района подвел итоги и отчитался о проделанной работе за первое полугодие. Аким Ауликольского района знакомит с основными показателями социально-экономического развития сельских жителей. Особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. В этом году площадь весеннего посева составила более 230 тысяч гектар. Также заключены 12 договоров на приобретение более полутора тысяч тонн минеральных удобрений, что на 154% больше, чем в прошлом году. В первом полугодии в районе проведена большая работа. Одно из главных и основных направлений для нас – это развитие сельского хозяйства. Основная доля средств, привлеченных от предприятий, направлена на модернизацию сельскохозяйственной техники и развитие инфраструктуры. Газ в Ауликольском районе провели в двух населенных пунктах. В прошлом году начато строительство подводящего газопровода от села Ауликоль до поселка Кушмурун с подключением в села Черноговка. Стоимость проекта составляет более 5 миллиардов тенге. На строительство газораспределительных сетей в поселке Кушмурун заключен трехгодичный договор на сумму свыше двух миллиардов тенге. Работу планируют завершить в 2026 году. На 2024-2026 годах предусмотрены средства на реализацию проекта по строительству подводящего газопровода от села Ауликоль до села Диевка с подключением села Новоселка. Стоимостью более двух миллиардов тенге. Также строительство газораспределительных сетей в селе Диевка стоимостью 525 миллионов тенге. На сегодняшний день денежные средства первым траншем уже выделены. Сейчас ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Соответственно, в этом году уже начало газификации села Диевка мы в этом году уже будем достигнут. Из 33 населенных пунктов обеспечены качественной питьевой водой 23 населенных пункта, а это порядка 32 тысяч человек. В 13 населенных пунктах уже имеется централизованное водоснабжение. Также дополнительно будут установлены блочно-модульные пункты раздачи питьевой воды еще в шести селах на сумму 33 миллиона тенге. По итогам года обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения вырастет до 94,7%. Разработан также проект на строительство водоснабжения села Новоселовка на общую сумму 384 миллиона тенге, на реализацию которого выделено уже 166 миллионов тенге со сроком завершения в 2025 году. Также получено положительное заключение экспертизы на строительство водоснабжения в селе Первомайское. Проходит экспертизу проекта по строительству водоснабжения еще в двух селах, это Юлевка и Коктал. Соответственно, после реализации данных проекта обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения составит 100%. Также на сегодняшний день проходит экспертиза проекта по строительству водопровода насосных станций первого подъема от 72 разъезда в село Селеново-Неженко. Также проводится разработка проекта по расширению существующих сетей водопровода в селе Ауликоль и реконструкции водопровода в селе Черниговка. Особое внимание в районе уделяет благоустройству. Завершены работы по устройству тротуара в районном центре на сумму свыше 60 миллионов тенге. Также произведена покраска фасадов пяти двухэтажных домов в селе Ауликоль. Сейчас ведется работа по реконструкции двух фонтанов. В 2023 году освещены 49 улиц в 12 населенных пунктов на общую сумму 96 миллионов тенге. Обеспеченность уличного освещения на начало текущего года составляла всего лишь 42%. Объем финансирования в этом году вырос в части по проведению освещения в 1,9 раза. Также в этом году за счет областного бюджета в текущем году будут освещены 86 улиц протяженностью 65 километров в 11 населенных пунктов на сумму 150 миллионов тенге. Также за счет районного бюджета выделено 34 миллиона тенге на освещение четырех улиц в поселке Кушмурун. Также к концу года обеспеченность уличным освещением уже составит более 63%. Также в рамках дорожной карты по обеспечению качественным широкополосным доступом к сети интернет населенных пунктов на 2024, 2025, 2026 года утверждена, как вы знаете, дорожная карта и будут подключены дополнительно 11 населенных пунктов. Также в районе продолжаются работы по строительству спортивного комплекса «Вселенного Неженка» на 100 зрительских мест. Из бюджета выделено более 800 миллионов тенге. Завершить строительство планируют до конца этого года. В рамках госпрограммы «Жархан-Аул» запланирована реконструкция и строительство жилья для сельчан. Работа в этом направлении продолжается. Айнура Муканова, Алексей Руденко, телеканал Костанай.